а вот что меня беспокоит так это моя гортензия вот так вот я укрыла гортензию сверху и сейчас если мы нам удастся добыть лопату мы закидаем вот так видите мы ее связывали с вами по кругу несколько раз и теперь я просто укрыла ее вот таким нетканым материалом и завязала нужно подать подкинуть сюда снегом хотела вам сегодня сделать сюжет про свою крупнолистную гортензию бла майс дело в том что это гортензия у нас на даче живет уже пять лет и хочу вам сказать что даже в наших суровых дальневосточных условиях она чувствует себя прекрасно и если за ней правильно ухаживать то можно получить даже два цветения за сезон это конечно не во всех случаях если только достаточно теплое лето например как у нас в этом году и сейчас я вам покажу как она выглядит как ее можно размножить потому что у меня уже есть опыт и у меня подрастает второй кустик уже которому два года расскажу как за не ухаживаю и как ее укрываю чтобы сохранить этот прекрасный куст и так вот моя гортензия которая цветет вот такими синие фиолетовыми цветами по краям у нее соцветия такой большой цветочек соцветия состоит из большого цветка и вот ряда вот таких маленьких вот видно как они уже здесь распустились такого красивого цвета как вы видите на одном кусте может быть как соцветия розового цвета так и синего вот это все один куст вот я вам показываю его в полной в полную силу значит я его окружила вот так вот камнями весь его и туда подкладываю траву скошенную с газона для того чтобы снизу шли образовывались новые корешки и шли новые побеги вот сейчас я вам покажу как это выглядит вот смотрите вот новый пайкбек который будет свести в следующем году его почки будут свести в этом году он уже не закладывает цветонос то же самое вот эти и вот это вот либо если будет длительная затяжная осень то на этих побегах из почек могут развиться соцветия вот так вот я подкладываю туда траву то есть вы видите что заложено все камнями и подкладываю мульчу постоянно чтобы вот там вот ему было тепло и его веточки находились тепле дальше когда сейчас мы видим что куст находится в самом разгаре цветения чтобы он был полностью весь синий его необходимо подкармливать специальными удобрениями для гортензии или подкислять уксусом можно или чем вам угодно можно добавлять торф настаивать либо просто подкладывать торф опад с еловых лесов и так далее то есть гортензия любит кислую почву и чтобы сохранить вот этот вот синий цвет необходимо почву подкислять и даже сейчас смотрите если я полью чем-то кислым составом то вот эти вот цветы начнут приобретать синий цвет если почва у вас вы раскисляете она не кислая то куст будет полностью розовый это такие особенности гортензии дальше находится она у меня в тени вот сейчас у нас уже 11 часов почти и вы видите что она находится в теневой части леса вот таким кустом примерно 80 сантиметров высотой кустик вот такой шарик он формируется сам никак я его не формирую после того как цвы соцветия отцвело устарела мы должны его обрезать вот вот такое соцветие красивое видите вот когда она цветет я вот так вот его обрежу потому что здесь дальше будут развиваться почки для следующего года значит несколько лет я укрывала этот кустик при помощи ящика и все молодые кусты мы укрывали ящиками но в прошлом году он у меня под ящик уже не поместился потому что был такой обширный поэтому я еще осенью обязательно покажу как я буду его укрывать но просто сейчас скажу что я обвязываю его вокруг стягиваю веревкой дальше набрасываю укрывной материал и уже это спасает от первых заморозков а когда начинает появляться снег я подгребаю к нему сугробик чтобы он находился в тепле в этом году как вы видите этого вполне хватило хотя морозы у нас были сильные и куст абсолютно не вымерз хотя я хочу вам сказать что весной вот осенью я его не обрезаю никак укрываю как есть потому что некоторые веточки все-таки подмерзают и я жду до последнего до конца мая пока я не увижу пробудившиеся почки и только затем я произвожу обрезку об этом тоже я весной обязательно расскажу и покажу как он зимует пока я хочу сказать что не бойтесь выращивать своих садах вот такую прекрасную гортензию а размножать ее очень просто вот если вы тоже будете вот так же окучивать ее травой либо еще чем-то она очень легко образует корешки либо можно прикопать вот смотрите лежит побег на земле прикопайте его немножко землей и он у вас очень быстро образует корни и вот если я вот так вот начну его поднимать то вот там вот видно уже белые корешки образовываются это спокойно его можно обрезать сажать горшочек и он быстренько образует корни если вы сделаете это осенью то горшок забирайте домой зимовать он у вас хорошо окрепнет а весной вы его посадите и так вот моя круполистная гортензия многие говорили о том что она у нас не растет не цветет вот мой эксперимент пятилетний вот такой вот декоративный кустик сейчас вам покажу как выглядит его детка вот так выглядит детка моей гортензии посмотрите я отсадила ее прошлым летом вот в таких же условиях просто прикорнилась веточка я ее посадила в кашпо и зимой забрала домой на балкон в прохладные условия чтобы нам сильно не развивала габитус но тем не менее наращивала корни посмотрите у нее уже здесь есть цветонос хотя и удаляла удаляла цветонос она уже давно хочет свести но все-таки один цветонос мне пришлось оставить вот уже следующий цветонос вот такой кустик развивается за один год ну примерно 20 сантиметров он сейчас 30 наверно в ширину вот так вот и 20 сантиметров высоту как вы видите цветок здесь розовый потому что я не подкисляла хотя у меня здесь есть хризантемы и рядом хризантема мультифлора и рядом гортензия поэтому можно подкислить спокойно ну вот так вот я хочу чтобы вот этот кустик занял вот это вот все пространство и был такой же шарик как и там ну и заодно покажу свои мультифлоры хризантемы тоже и зимой надо забирать домой вот образуют они вот такие вот прелестные шарики их цветение я тоже обязательно покажу и так я вам рассказала о своей гортензии обязательно покажу осенью как я буду их накрывать сейчас они в самом расцвету а вот так выглядит моя дорогая любимая гортензия блаумайзе посмотрите она отцвела стала вот такой красный ну просто потому что ее во первых я один раз только поливала кислотой а я говорила что если вы голубую гортензию не перестанете поливать кислотой то она станет розовым с ней нам тоже сегодня нужно поработать я покажу как на этой гортензии нужно обрезать соцветия как готовить ее к зиме в принципе сейчас уже самое время начать готовить вашу вот эту вот прекрасную гортензию в зиме чтобы она у вас хорошо перезимовала и была такой же красивой зелененькая хочу сказать что я свои кусты не обрабатываю никакими химикатами для того чтобы они вот так вот сохранялись я вам сейчас показала розу которая абсолютно с зелеными листьями стоит ничем она не обработанная и это конечно когда я начинаю смотреть рекламные блоги дачные некоторых наших ведущих конечно жалко что люди смотря на это им кажется что ой это так затратно это надо столько химии столько нехимии столько препаратов покупать чтобы было все красиво посмотрите вот это вот растение ничем не обработано и она посмотрите прекрасно чистый абсолютно зеленый вот такие соцветия были первые соцветия где-то в середине августа брала и она вот повторно расцвела и уже красилась и еще хочу показать посмотрите вот это вот молодые веточки я сейчас расскажу которые нам нужно сохранить вот эти почки видите они должны быть сохранены вот это старые соцветия их легче сохранить они лучше сохраняются